Читатели сильных новостей вспомнили свои самые безумные сны. Можно ли дома хранить самогонный аппарат? Белорусские чиновники теперь могут принимать более дорогие подарки. Сегодня четверг, 9 февраля, с вами Юлия Браун. И я расскажу вам о главных событиях уходящего дня. Беревенный парень Волан-де-Мор с расческой и спасение Лукашенко. Читатели сильных новостей вспомнили свои самые безумные сны. Считается, что примерно треть своей жизни человек проводит во сне. Многие, конечно, с этим не согласятся, особенно те, кто вечно не высыпается. Но речь пойдет вовсе не об этом. Ученые говорят, что наши сны – результат тех эмоций, которые мы переживаем в реальной жизни, как хороших, так и плохих. Но каждый из нас хоть раз видел, ну, совсем уж безумные сны, после которых просыпаешься и думаешь, а не сошел ли я с ума? Согласитесь, картинка порой бывает ярче, чем в лучшем мировом кино. А какая-то логика в сюжетах и напрочь отсутствует. Почему так происходит, наука еще ищет ответы на подобные вопросы. Ну, а сильные новости попросили своих читателей вспомнить все самое безумное, что они видели во сне. Вот вам топ-10 подобных историй. Можно ли дома хранить самогонный аппарат? На этот вопрос ответили в милиции. Не секрет, что купить самогонный аппарат можно вполне легально. По мнению продавцов и многих покупателей, его можно использовать для очистки воды. Но в милиции на этот счет другое мнение. Если у вас найдут самогонный аппарат и экспертиза признает его таковым, то за это последует административная ответственность. Заберут и сам аппарат, отметили в ведомстве. К слову, только в прошлом году на самогоне и браге попались более 2000 человек. Было изъято 8500 литров самогона и 145000 литров браги. Стоит также добавить, что от отравления алкоголем, этиловым и другими спиртами, органическими растворителями в нашей стране ежегодно погибают больше 1500 человек. Ну и если вы вдруг забыли, то завтра в 7 часов вечера в ТикТоке сильных новостей прямой эфир. Обсудим главные новости уходящей недели. Еще ведущие ответят на ваши вопросы. Ну и, конечно, разыграют кружку сильных новостей. Те, кто их выигрывает, очень довольны. ТикТок сильных новостей 19.00. Ну и где здесь уточки? В Гомеле вчера под лед провалился автомобиль такси. Произошло это недалеко от Новобелецкого моста. Впереди был только лес. К счастью, водитель и пассажирка не пострадали. Хотя наверняка подмерзли. Они самостоятельно выбрались из авто до приезда спасателей. Примечательно, что на съезде с трассы, которая ведет в прибрежную зону, висел знак поводок. Многие еще задаются вопросом, а зачем пассажирка и водитель вообще ехали в лес? К новостям страны. Белорусские чиновники теперь могут принимать более дорогие подарки. Допустимая стоимость презента увеличилась с 5 до 20 базовых. Об этом сообщили в генпрокуратуре, пишет Белта. Эта норма распространяется в том числе на приравненных должностным лицам служащих и близких родственников должностного лица. Если стоимость подарка превышает 20 базовых, он передается в доход государства. Есть еще одно но. Подарки официальным лицам и их родственникам можно принимать только на официальных мероприятиях. В остальных случаях это запрещено. Суд по делу весны продолжается. Прокурор запросил для Олеси Беляцкого 12 лет заключения. Что касается остальных, то гособвинитель запрашивает для них наказание на сроки от 9 до 12 лет лишения свободы. Для Владимира Лобковича прокурор запросил 9 лет лишения свободы. Для Валентина Стефановича 11. Для Дмитрия Соловьева, который находится за рубежом, было запрошено 10 лет тюрьмы. Прокурор считает, что все посудимые должны провести годы заключения в колонии усиленного режима. Напомним, что Олеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лобковича и Дмитрия Соловьева обвиняют в том, что они действовали в составе организованной группы и совершили ряд преступлений. Мошенники придумали новую схему развода. На этот раз опасность подстерегает при оплате коммуналки. Пресс-службе МВД рассказали, что аферисты начали создавать сайты, визуально похожие на банковские, и продвигают его в поисковых системах. Пользователь переходит на него, вводит реквизиты банковской карты для оплат, и деньги со счета пропадают. В ведомстве отметили, что подобные факты уже фиксируются по всей Беларуси. Но есть способ избежать обмана. Достаточно внимательно посмотреть на адрес сайта. Если рядом с официальным названием будут расположены дополнительные символы, то в 100% случаев этот сайт липовый. А еще там могут не работать некоторые разделы. Правоохранители рекомендуют делать скриншот таких страниц и незамедлительно сообщать об этом милицию. Пинский парень купил биту и решил обмыть и опробовать покупку. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. В милицию с заявлением обратился 37-летний пинчанин, и он рассказал, что незнакомый на улице ударил его несколько раз битой по голове и ноге. Найти нападавшего удалось оперативно по горячим следам. Выяснилось, что 19-летний парень накануле купил у знакомого бейсбольную биту. Паковку хулиган отметил изрядным количеством спиртного и отправился гулять. На улице пьяный парень закричал другу что-то вроде «Какие машины начнем крушить». А проходящий мимо мужчина сделал замечание. Злоумышленник в итоге избил прохожего. Возбуждено уголовное дело за особое злостное хулиганство. Нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы. Ну и в заключении немного о спорте. Международный олимпийский комитет допускает участие белорусских спортсменов в Олимпиаде. Но выступать должны они будут под нейтральным флагом. Это единственный вариант, при котором спортсмены могут выступить в Париже, подчеркнули в организации. Ранее в МОК обратились к Федерациям по видам спорта с просьбой обсудить возможность допуска к международным турнирам спортсменов из Белоруссии и России, которая не поддерживает происходящее в Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе. Кроме того, они должны соответствовать антидопинговым правилам. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, присылайте нам свои истории и мы о них расскажем. Над выпуском работала Юлия Браун. До встречи на сильных новостях уже завтра.